Реальность Авторская программа Алексея Ледяева. Иллюзии и реальность. Я сегодня, вчера сидела и читала Йонгичо книжка. И там он рассказывает, он говорит об исцелении, что Бог наш целитель. И он говорит, у меня в церкви одна семья, и у них мальчик. И он скорченный ревматизм, или что у него, руки, ноги, он просто не ходил. И когда привели, помолились как-то, у меня такое сострадание пришло. Ну и они унесли, отец был богатый, и казалось бы, и врачей нанимал, и все безуспешно. Как та женщина, все безуспеха. И он говорит, однажды я сидела, мы пришли к друзьям, и я сижу, у нас застолье было, и Дух Святой проговорил в мое сердце, и он сказал, пойди к этому человеку в дом и скажи, что сегодня вечером его мальчик будет исцелен. Я, говорит, повернулся к жене и говорю, слушай, мне сейчас Дух Святой сказал, чтобы я пошел и сказал. Она засмеялась и сказала, успокойся, пойдешь скажешь и опозоришься. Ничего не произойдет. И он говорит, я успокоился. И вдруг Дух Святой опять заговорил со мной и сказал, ты должен пойти в этот дом и сказать, что он будет исцелен. А у мальчика не было веры этой. Он говорит, ты должен идти и сказать высвободить, чтобы запустить механизм веры. И он говорит, и ты не должен сейчас слушать свою жену, потому что она слишком тебя любит и болеет за твой авторитет. Чтобы он у тебя не был дискредитирован. И он говорит, я не стал слушать, и я пришел. Я провозгласил и ушел. И потом на следующий день, говорит, я пришел в церковь, и там была такая, ну, люди все, шумиха какая-то была. И смотрят, мальчик был полностью исцелен. И он говорит, когда, подари Богу славу. Для Бога нет ничего невозможного, но ему нужна вера. И тогда, когда родители, говорит, подошли к нему и говорят, слушай, сейчас пришел пастор. И он от имени Бога сказал, что ты будешь исцелен. А тот говорит, я не могу. Я разучился ходить, я уже давно не хожу. Вы знаете, родители. И он пробовал, и он падал. И он сказал, нет, нет, это без... И они, говорит, три часа они говорили, провозглашали, молились. И в один момент вдруг у этого мальчика загорелась вера. Он уверовал в Божье Слово. И он сказал, если Бог мне это сказал, я сейчас встану и пойду. И что вы думаете? Он встал и пошел, стал прыгать и стал танцевать. И был полностью исцелен. Амин. Праведник своею верою жив будет. Я помню, я поделюсь своим личным опытом. Когда помню, у меня младшая дочь, она была совсем маленькой. И вы знаете, я стала практиковать веру. Веру нужно практиковать. Не мы исцеляем, исцеляет Бог. Мы просто повинуемся. Мы привыкли смиряться перед обстоятельствами. Но нам нужно смирение перед Божьим Словом. Когда ты смотришь, и глаза твои говорят, нет, это невозможно. Но ты берешь Божье Слово и говоришь, ранами его я исцелен. Я вам скажу, любую болезнь можно остановить. Твоя вера не зависит от того, кто за тебя молится. Твоя вера зависит от тебя лично и от твоего прикосновения к тому, от которого исходит чудо. И я услышала, что Бог исцеляет. И помню, у моей дочки, у нее была температура, большая температура. И у меня, знаете, такой страх был. Перед этим у моей сестры. Маленький Антон был, ему был месяц, и у него был вирусный менингит. И это всего ему месяц. Их в больницу. Я помню, мы молились, и Бог явил чудо. И через несколько месяцев с моей Настей случается, я смотрю, горло здоровое, все, и у меня страх. Думаю, а вдруг этот вирусный менингит? И вы знаете, я сказала, думаю, никого не буду приглашать. Я испытаю чудо. Ведь Бог же творит чудеса. Я слышала об этом. Это были первые шаги моей веры. С того момента я никогда, вы знаете, я вот за всю жизнь никогда не лежала в больнице. Три раза только была в роддоме. Все. И с детьми никогда не лежала. И я скажу, это благословение. Потому что однажды, когда я увидела, что вера, это на самом деле, что Иисус есть наш целитель. Я взяла это, и я живу по сей день. Какие бы проблемы ни были, я начинаю разговаривать сама с собой. Я начинаю говорить, если у меня что-то болит, я говорю, хватит желудок болеть. Я повелеваю боли, уходи. И вы знаете, 15-20 минут говоришь, она уходит. Повинуется. И это реальность. Амин. И я помню, взяла, а тогда, вы знаете, мозги трещали. Мозги-то не могут жить вне времени. У нас все по полочкам должно лежать. И когда в нашу полочке это не вмещается, все, катастрофа. И я взяла ее и ходила по комнате и говорила, я благодарю тебя, Господь, что ранами твоими Настенька исцелилась. Вот что две тысячи лет назад все болезни, вот сегодняшняя болезнь, все болезни, которыми она будет болеть, ты уже их пригвоздил ко кресту. Разум говорил, это невозможно. А мне было все равно. Я брала Слово Божие и я шла по Слову Божьему. По Слову Твоему. Вспомните, Петр сказал, я всю ночь ловил, нету здесь рыбы. А Иисус говорит, забрось. Он говорит, я это делаю только по Слову Твоему. Что такое вера? Это не то, что я чувствую. Это мое послушание Божьему Слову. Я это говорю по Слову Твоему. Твое Слово говорит, что ранами твоими мы исцелились. Что ты взял все немощи и все болезни. Там на сто процентов. Там не сказано, какие-то болезни взял серьезные, а какие-то нет. Все. От насморка до рака. Все болезни. Какие бы ни были. Все возможно верующему. И вы знаете, я ходила. Она засыпала. Я делала дела. Она просыпалась и опять ходила. Я ходила день и второй день. И на второй день я получила откровение. Вера – это осуществление ожидаемой и уверенность в невидимом. И вдруг завеса в храме разодралась. Та, что веками скрывала счастье от нас. Когда мы в неверии, мы не можем видеть чудеса Божьи. И вы знаете, что-то открывается в духовном мире. Как будто вот какой-то вот, буквально вот как щель такая, в которую я заглянула. И это уже не кто-то сказал. Мне хотелось выйти и кричать с балкона. Люди, мы не имеем права болеть. Амин. Почему? Потому что это реальность. Ранами его мы исцелились. И я повторяю, это путь. Женщина шла 12 лет. Женщина, которая была скорчена, смотрите, она 18 лет. И ты скажешь, ну там, там очень интересная такая, поучительная история. Там раскрывается путь веры. Вера, она не боится. Когда ты идешь верою, ты идешь по неизвестной дороге. Ну, знай, Иисус с тобою. Писание говорит, он говорит, я есмь путь истина и жизнь. Какой бы тупик неба в твоей жизни, у верующего нет тупиков. Почему? Потому что там, где закончилась дорога, если ты идешь с Иисусом, Он проложит путь, по которому ты пройдешь. Амин. Для Него нет ничего невозможного. И я хочу тебя вдохновить. Может быть, ты борешься с чем-то в своей жизни. Знай, верующий человек, он не отступает. Может быть, тебе нужно что-то, наступить на свою гордость. Вы знаете, что мешает нам иметь чудо в нашей жизни? Это гордость. Это страх. Это непослушание. Это непостоянство. Это много-много-много. Это дела плоти, которые мешают нам взять наше чудо. Но когда плоть ослабевает, и когда дух поднимается, то духом мы берем все, что нам принадлежит. Амин. И эта женщина, которая была 18 лет написана Скорчина, Скорчина, это была уродливая женщина. Она приходила в синагогу каждый раз. И что она рассчитывала на чудо. Когда ты приходишь в церковь, и знаешь, ты никогда не говоришь, что, ой, знаешь, вот за меня тот, тот, тот молился. Я знаю, что каждая молитва, она имеет великую силу. Амин. И однажды что-то произойдет. Однажды вдруг ты увидишь, что нету. Этого нету. Вот знаете, сколько у меня было проблем в жизни. Когда говорили исцеляться, я поднимала руки, у меня руки болели. Так, что я не могла вытереться с тола. Воспаленные вот эти кисти. Вот здесь такие стали нарастать какие-то. И я сказала, как это может быть, я молодая. И каждый раз, когда говорили об исцелении, я просто поднимала свои руки. Я провозглашала, я провозглашала. И наступил момент, когда я полностью исцелена. Вот сегодня, может быть, уже и возраст болеть должен. Они болят. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы можем все взять верою в своей жизни. Поэтому не надейся, вот сейчас приедет тот или тот приедет. У тебя есть то, что ты можешь высвободить и взять исцеление. И эта женщина, она приходила, она была скорчена, она была ужасная. Посмотрите, какой путь у нее, ее веры. Это в Луки 13 глава. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Ты скажешь, ну видишь ли, если бы мне Иисус сказал, а Иисус тебе говорит, «Хочу, приди, прикоснись ко мне. Я тот, я посреди, сейчас здесь, я нахожусь. Возьми, прикоснись, и ты возьмешь исцеление для своей жизни». И, казалось бы, где здесь вера женщины? У нее была великая вера. Потому что вера, я повторяю, вера – это твоя неотступность. Вера – это когда смерть смотрит в твои глаза. Вера – это когда традиции останавливают тебя, и мнение людей имеет власть над тобой. Но вера побеждает все. И эта женщина, у нее была великая вера. Это древние времена. И в эти времена, там написано, не считали кого? Женщин и детей. Это синагога была. И она была отделена. Женщины сидели в одном. Они их не считали за людей. И они сидели в одном отсеке. И по иудейским законам им запрещалось войти на территорию мужчин. По закону. Если бы они переступили, их просто убили. И не надо исцеляться уже. Все. Готовая смерть тебе. Но вера не боится. Потому что вера имеет силу в себе. И Иисус посмотрел на нее. Она там находилась. А он стоял на территории, где стоят священники. И он обратился к ней и сказал. Женщина, подойди. Сюда, ко мне. Она бы посмотрела и сказала. Иисус, ты что не знаешь? Что я не имею права нарушать законы иудейские. Меня побьют камнями. Меня убьют. Если я сейчас переступлю и зайду на эту священную территорию мужчин. И она смотрела. Она видела, что это тот, который ей нужен. Это тот, ради которого она 18 лет приходила в эту синагогу. Чтобы взять свое чудо. И она понимала. Я представляю, что внутри ее происходило. Ай, стоит ли? Ай, да что там я буду отягощать? Ай, да это все. Да посмотри, как на меня все эти фарисеи смотрят. Посмотри, как на меня мужики смотрят. А вы представляете, как они смотрели? Скорченная. Я не знаю, уродливая женщина. Одинокая. С разрушенным достоинством. Все. Просто никто. Ни личность. Ни человек. И вдруг зов Иисуса. Подойди ко мне. И она идет. И все смотрят на нее. Мужчины смотрят. Кто-то, может быть, знаете, более мягкий смотрит, думает. Ой, глупая женщина. Что ж ей доходила? Ты хоть скорченная. А так убьют сейчас? Вообще? Все. Похороним. Так вот еще пожила бы. Но она внутри сказала. Нет. Это не жизнь. Быть скорченной. Это не жизнь. Быть с разрушенным достоинством. Это не жизнь. Я лучше пойду. И я знаю, что вера, она не постоит. Вера не проиграет. Да, умирает моя гордость. Да, умирает все. Мое неверие все умирает. Самое последнее, что, может быть, еще держало меня, это умирает во мне. Но зато во мне воскресает вера Божья, которая творит чудеса. И она двинулась. Все смотрели. Кто-то возмущенно смотрел. Говорил. Неужели? Это уродливая женщина. Неужели она позволит войти на нашу территорию? Они же себя считали сверхчеловеками. А Иисус смотрел и говорил. Эх, фарисеи, я не с вами. Я пришел, чтобы для меня и мужчина, и женщина – это человек. И я плачу цену из-за того, из-за другого. Для меня цены и дочери, и сыновья. Амин. И они смотрели. Традиции трещали по швам. Я представляю, что происходило. Но она шла своею верою. Если бы она отказалась пойти, чудо бы не произошло в ее жизни. Ей нужно было пройти путь, путь Ишифота. Умирать. Для всего. И когда она подошла, она не только зашла на священную территорию, где находились мужчины. Она зашла на территорию учителей. И там, мы знаем реакцию этого начальника синагоги. Он же вышел из себя. Он вышел из себя. Когда увидел, что она пришла и что она взяла свое чудо. Она взяла свое чудо. Для того, чтобы взять чудо, умирают, я повторяю, все наше человеческое. Вера – это путь. Путь твоего личного смирения. Это путь твоего постоянства. Это путь, когда все страхи уходят с твоей жизни. И ты становишься как безумный. И только одно говоришь, а я знаю, Искупитель мой жив. Ты не можешь жить чем-то. Кто-то может поддержать тебя до времени. Но твой шаг – решающий шаг. И вы знаете, для того, чтобы пришло освобождение, для того, чтобы пришло исцеление, нам нужен каждому свой путь. Может быть, кто-то сегодня уже дошел, и тебе осталось сделать только один шаг, чтобы чудо пришло. Может, кто-то сегодня зреет к этому и идет к своему чуду, как шел Нейман, как шла эта женщина. И вспомните, Нейман – это был верующий человек. Он поверил. Там была девочка. Совсем, представляете, какой он верующий был-то. Девочка сказала, у нас там пророк был такой. Вот если бы вот сейчас господин собрался бы, а он был важный человек, военачальник там, да он, известный. И говорит, а он прокаженный был. И говорит, если бы он сходил, то пророк бы исцелил его. И этот мужчина взрослый, логичный, поверил. И тронулся, взял эти свои там. Я не знаю, сколько пути он шел. Он не шел один день с Сирии до... В Израиль. И вот он шел. Это был путь его веры. И он приходит. Вы знаете, почему чудеса иногда не происходят в нашей жизни? Почему ответы не происходят в нашей жизни? Потому что у нас есть наши планы, как это должно произойти. И вот мы стереотип, мы создали себе модель, как это должно произойти. А Бог не по твоей модели будет делать. У него есть своя модель для твоего чуда. Амин. Ты можешь прокручивать, ты можешь мечтать, ты можешь исповедовать, ты можешь благодарить, ты можешь говорить, ты можешь верой приближать это чудо. Но Бог сделает так, как Он хочет. Амин. И этот ехал, пока времени много было, и он себе нарисовал модель. Во-первых, он уважаемый человек, представляете, да? Вот. Он, конечно, не просто, чтобы слуга вышел. Он говорит, ну, так рассуждал, вот выйдет пророк, там скажет, в общем, чудо произойдет. Ну, я вот рисую, например, представьте себе реально картину, да? Почему Нейман возмутился? Почему он разозлился? Чтобы пророк-то не вышел к нему? Он вообще слугу послал и говорит, иди ему скажи. Пусть идет, покупается в нашем Иордании. Немного, семь раз. Все. И тот взбесился, там написано, он разгневался. Вот представьте себе, сегодня в наше собрание, ну, пришел бы какой-нибудь там министр, какой-нибудь там экономики или еще чего-нибудь. И там он просит помолиться, все бы сразу, давайте, давайте. А просто, да? А пастор говорит, это там, Оскар Шванс, иди, пожалуйста, да? Позвожи руки на него. Или скажи ему, пусть это вот наши дети в Даугаве покупаются. Вы знаете реакцию министра? Какие идиоты, сектанты. Нет, ты посмотри, я набрался, я, такой личность великая, пришел к ним, а не сектанты, а? Что вытворяют? Вот и все. Что такое вера? Это когда женщина, помните, она пришла к Иисусу и говорит, дочь моя, все, у нее проблемы, она беснуется. Сделай что-то. А он посмотрел на нее и говорит, знаешь, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Что такое вера? Это когда ты понимаешь, кто ты. И она внутри сказала, да, я пес, ужасный пес. И ты, Иисус, правильно сказал. Ну, знаешь, даже и псы, и те, кушают эти крошки, падающие со стола господ. И что он ей сказал? Женщина, велика вера твоя. Он был в шоке. Он ее спровоцировал, чтобы она взбесилась и ушла. Но у нее была вера. И она сказала, мне все равно. Я знаю, без тебя, Иисус, кто? Я псина, знаешь, какая? Ты знаешь, когда я носила эту дочь в очреве? Ты знаешь, как я бесновалась? Ты знаешь, как я себя вела? Я навлекла на ее жизнь проклятие. Я ее не хотела. Я проклинала, когда она была там. Но сегодня я несу эту боль. И я не хочу больше этого. Я хочу видеть свою дочь в благословении. Я хочу видеть, что она матерью становится. Я хочу видеть внуков. Я хочу видеть, что рядом с ней мужчина, который ее любит. Она созрела. Назвать себя тем именем, которое она заслуживала. И она сказала, это вера. Вера, она критична. Вера, она идет до конца. И она сказала, мне все равно, хоть кем не обзывай. Но мне нужно чудо. Пусть я буду псинать тысячу раз. Но крошки, вот эти исцеляющие, пусть придут в мою жизнь. И чудо пришло в ее жизнь. И вы знаете, этот не иман. Он не отличался ничем. Мы же, мы и верим в Бога. А знаете, как все-таки важно? Почти меня перед людьми. Я помню, сейчас у нас такого нету, когда мы только к 50-никам от баптистов перешли. Ну, баптисты вообще в чудеса не верят, а те во все верят. Знаете, из одной обочины и в другую. И там такие приезжали с Украины, сосуды называли их. Смеются, знают уже. Многие уже знают, соприкасались. Они такие, сосуд, сосуд приехал. Ну, сосуды, это пророки. Это украинцы так говорили. Вот. И эти сосуды. И я помню, сижу, мы на лютеранской храма там в Шевчуках ходили. И я где-то там в конце сидела. И у меня реально, ну, нужда такая. Думаю, Господь, как мне поступить в этом и в этом? Ну, реально. Знаете, я вообще попала тогда после баптистов во все такое. Я смотрела, во все верила. И все. Потом уже стала немножко разбираться, где бесы, где Бог говорит, где кто. Вот. В то время я такая сижу там где-то в конце. И так молюсь, Бог. И там пророк Божий приехал, сосуд. И он там на сцене. И вы знаете, я вот сижу, молюсь, Бог, дай мне ответ. А у меня модель своя. Бог не будет по моей модели. И знаете, у меня такое внутри. Вот бы сейчас, представляешь, там все. А я вон там где-то вон. Как вот те люди сидят в темноте на галерке, да. И представляешь, через весь ряд, так посредине ряд был. Да. И вдруг этот пророк Божий идет, да. Вот многие уже понимают, о чем речь идет. И он такой идет. И все думают, может, ко мне, ко мне. А он идет, идет. И там ко мне подходит. И все смотрят. Ва! Заслужила какого. И так говорит Господь. Трон-та-та-та-та. И я такая сижу уже. И знаете, и хочется ответа от Господа. И так хочется еще, чтобы перед людьми, знаешь, выглядеть. Представляете, не просто ответ тебе Бог дает. А чтобы еще все увидели, что Бог тебя имеет в виду. Ты не просто как все. Особенный у Господа. Вот эта особенность тоже умирает в нас. Это плоть. И вы знаете, и он, и он, конечно, не пришел ко мне. Потому что Бог учил меня ходить верою. И он не пришел ко мне. И я сижу. А у меня же модель. И со мной сидит какой-то старый человек. Старик какой-то. А я еще молодая была. И я так сижу. И уже такое отчаяние. И ответ хочется от Бога. Пророк не идет ко мне. Короче, я такая сижу. И вдруг этот старик поворачивается ко мне. И говорит мне. Так, так, так. Отвечает на мой вопрос. И я же разозлилась. Да он старый еще. Здесь пророка ждешь. Он сидит здесь. Возомнил из себя. Вы представляете? Я-то потом поняла, что Господь-то мне через него ответил. Бог не будет питать твою гордость. Почему он мог бы подойти к женщине? Возложить на нее руки. И исцелить ее там. Но он говорит, все умрет твое плотское. И ты верой возьмешь свое чудо. Амин. Нам нужен каждому этот путь веры. Наш, личный. Может быть, не похожий. И все. Я получила ответ от Бога. Но не то, как я запланировала. Бог будет разрушать все наши модели. Субтитры создавал DimaTorzok